День защитника Отечества 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 наблюдать, как они чувствуют и выполняют команды инструктора. Эти животные доставляют эстетическое удовольствие. На самом деле удовольствий в шарже полно. И не только эстетических. Любителям экстрима тоже есть чем заняться. От стрельбы из лука до гонок по барханам на джипах. Или сафари, которая заканчивается ужином в шатре посреди пустыни. На нас с вами, управители шаржа, особые планы. Местное управление по развитию туризма шаржа уже разрабатывает стратегию, как привлечь побольше россиян. В марте его представители специально приедут в Москву на выставку туризма и путешествий. Еще одно направление развития – транспортное. Привлекательность и популярность шаржа резко возросла после того, как там появился собственный международный аэропорт. Сейчас, чтобы попасть из холодной Москвы в жаркий мир султанов и шейхов, надо всего пять часов. Об этом около десяти лет назад позаботилось правительство шаржа, вложив деньги в создание авиакомпании «Эр-Арабия». Вложение давно окупилось с лихвой. Сейчас у этой компании три базовых аэропорта – в Эмиратах, Марокко и Египте, что позволяет обслуживать 32 страны, в том числе и Россию. Билеты продаются только онлайн, причем с выбором конкретного места. «Эр-Арабия» – это первая собственная авиакомпания шаржи, предлагающая бюджетные перелеты. Запуск на рынок крупнейшего низкотарифного авиаперевозчика на Ближнем Востоке оказался весьма эффективным ходом в политике правительства Эмирата. Это новая концепция, которой еще нет в Арабских Эмиратах. Авиакомпаний много, но именно в шаржи базируется крупнейший лоукост-перевозчик. Впервые поднявшись в небо, «Эр-Арабия» сразу засветилась на фоне конкурентов. Ее секрет прост – цены низкие, а уровень сервиса в духе арабских традиций высокий. Да и техническое обслуживание на высоте. В парке и компании 29 аэробусов А320, на подходе 8 новых. Все используются очень активно, настолько, что списываются уже через полтора года. Бизнес-класс отсутствует как таковой, зато эконом совершенно не такой, как везде. Салон вмещает на 30 пассажиров меньше, чем обычно. Расстояние между креслами увеличено до 80 сантиметров, а спинки откидываются под рекордно большим углом. «Эр-Арабия» – очень практичная и экономная авиакомпания. Мы осуществляем полеты только на новых самолетах. К примеру, этот аэробус совершает всего только 26-й рейс. Безопасность пассажиров для «Эр-Арабия» вроде идеи фикс. Даже инструктаж перед взлетом проводится так, чтобы каждый на борту запомнил основные правила. Перелеты от авиакомпании «Эр-Арабия» пользуются большим успехом. Мы будем и дальше активно работать над расширением направлений и увеличением пассажиропотока в Арабские Эмираты. При таком подходе неудивительно, что спрос на этом направлении туризма заметно растет. В прошлом году в Шарджа побывали более 200 тысяч россиян. На международной выставке «Отдых в Москве» этот Эмират получил премию в номинации «Наиболее активное туристическое направление». И вдобавок его выбрали из столицы арабского туризма на 2015 год. Теперь, конечно, планов масса. Ведь большинство наших соотечественников предпочитают семейный отдых. А Шарджа для этого – идеальное место. Ну, место спокойное. То есть, с ребенком самое то. Очень уютно. Температура воздуха комфортна с нашей. Поэтому, ну, как-то себя очень хорошо здесь чувствуешь. Конечно, пока туристы наслышаны о Шарджа гораздо меньше, чем о соседнем Дубае. Здесь пока нет ни всемирно известных небоскребов, ни горнолыжных центров. Но, может быть, именно этим и прекрасен город из сказок Шахерезады. А у меня на этом все. С вами была программа онлайн. И я, Марк Митривели. Присылайте ваши истории на электронный адрес newssobako8tv.ru. Увидимся ровно через неделю. Не переключайте канал. До встречи.